Поляка работал тоже, ну он там на заводе таком работал, когда там кислородно-дыхательная аппаратура, ну там даже для ракет кое-что делали, вот он там работал, ну он оттуда как раз, Союз когда разваливался, вот себе он оттуда нахапал, ну я сам лично все это видел, он все хапал, ну коттеджи себе построил там, ого какую на, все это хапал на, смотрю, там чего только не было, ящики эти всякие инструментальные, в этих инструментальных ящичках всякие болты, все, вот он снабженцем работал короче, вот этот поляк ехал в Россию закупать там детали, все вот, полный КАМАЗ нагрузил, в первую очередь он не на завод завозил, а себе сперва, раз этот КАМАЗ, что надо тебе хорошенько и возьмет, особенно тогда ценилась резина сырая, она вообще ценилась, а там можно сделать чайки для машин прокладки, туда-сюда, вот он эту резину себе брал на, и вот нажился короче за счет этого, а потом взял все, КАМАЗ закупил себе все, трактор взял, купил, нагрузил все, коттеджу продал, там жена была, жена у него умерла, ну что-то у нее какая-то болезнь, короче она дурочкой сделала, он на нее сколько золота истратил по больницам, ну болезнь такая была неизлечимая короче, она умерла, после этого он все продал, коттеджи, все, трактор себе купил, там КАМАЗ, все, загрузил и в Польшу уехал, ну, ограбил Россию хорошо, прекрасно она, и вот, вот такого я поляка видел, вот, с ним общался, с ним работал, вот он все нагрузил, ну, видать мужик хозяйственный был, ну, а тут что, он хозяйственный был, вот это, так далее, вот, про него это слов нет, он действительно хозяйство содержал, все у него, все, он хозяйственный мужик был, все содержал, он же, а коттеджи уже построил, построил, нам оставил, оставил для России, все оставил, ну, все смог, что забрал, ну, и подумает, да и ладно, дай бог ему, там, в Польше хорошо прожить, ну, мужик толковый был, знал дела свои.